Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. The theme of our today's lesson is year after year. Тема нашего сегодняшнего урока называется год за годом. This is the seventh module. Это модуль номер семь. We will speak, listen and read about seasons and weather. Мы будем говорить, слушать и читать про сезоны, про времена года и про погоду. Но для начала прослушайте, пожалуйста, это небольшое стихотворение. Весна зеленая, лето яркое, осень желтая, а зима белая. В данном стихотворении описываются четыре времени года и цвет, который характерен для того или иного сезона. Итак, мы уже встретили два нового слова. This is, the first one is season. Первое слово. Сезон. Время года. And the next one is weather. Погода. Ребята, перепишите, пожалуйста, эти слова в свои словарики. Вы видите слово на английском языке, транскрипцию данного слова. Ну а перевод подскажу вам я и значение вы поймете по картинке. So, let's repeat. Итак, давайте повторим. Let's enumerate all the seasons of the year. Давайте перечислим все времена года. Let's start with autumn. Начнем с осени. It is autumn. September, October and November are autumn months. It is cool in autumn. The weather is rainy and windy. The trees are yellow and red. There are many fruits and vegetables in the gardens. Осень. Сентябрь, октябрь и ноябрь осенние месяцы. Осенью прохладно. Погода дождливая и ветреная. Деревья желтые и красные. В садах много фруктов и овощей. Следующее время года – зима. It is winter. December, January and February are winter months. The weather is cold in winter. It usually snows. The streets and the fields are white. The days are short and the nights are long. Children place snowballs in the streets. Декабрь, январь и февраль – зимние месяцы. Погода зимой холодная. Обычно идет снег. Улицы и поля белые. Дни короткие, а ночи длинные. На улицах дети играют в снежки. The next season is spring. Весна. Spring. It is spring. March, April and May are spring months. The weather is fine in spring. It is cool or warm. It sometimes rains. In May it is very warm. You can see flowers in the fields. March, April, May – весенние месяцы. Погода весной чудесная. Погода прохладная или теплая. Иногда идет дождь. В мае погода очень теплая. На полях вы можете увидеть цветы. The next season is summer. Итак, следующий сезон. Следующее время года – лето. Summer. June, July and August are summer months. It is hot and sunny in summer. The weather is nice. The days are long and the nights are short. The fields and trees are green. Children run and play in the streets. Июнь, июль и август – летние месяцы. Летом жарко и солнечно. Погода летом прекрасная. Дни длинные, а ночи короткие. Поля и деревья зеленые. На улицах бегают и играют дети. Итак, ребята, мы повторили с вами времена года и перечислили месяц каждого времени года. Now, open your books, please. Page 86. А сейчас откройте, пожалуйста, свои учебники на странице 86. Now we are going to do the first exercise. Сейчас мы будем выполнять упражнение номер один. Here you can see three questions. Здесь вы видите три вопроса. You have to answer these questions. Вы должны ответить на эти вопросы. So, the first one. Итак, первый вопрос. What must are there in each season? Перечислите месяцы каждого времени года. Ребята, для того, чтобы вам было легче отвечать, чуть ниже, справа, вы видите шаблоны ответов. Итак, при перечислении месяцев каждого времени года вам просто нужно написать название сезона, поставить двоеточие и через запятую написать название месяцев на английском языке. Ответом послужит следующая фраза. My favorite season is Мое любимое время года Это И в троеточие подставьте Любимое время года На английском языке The third question Третий вопрос What is your favorite month? Какой твой любимый месяц? Используйте шаблон под номером три My favorite month is Мой любимый месяц Это И в троеточие Подставьте название Любимого месяца На английском языке The next exercise Exercise four Следующее упражнение К которому мы переходим Четвертое упражнение Here you can see the text Здесь вы видите текст Now I'm going to read And to translate this text For you Сейчас я прочитаю И переведу данный текст Для вас Listen to me very attentively Слушайте меня Очень внимательно Привет, ребята Я в интернет-кафе На улице сильный дождь Я сыт по горло Такой погодой Все время Идет дождь I don't know How you can live in Scotland There are nicer places To go to study Я не знаю Как можно жить В Шотландии Есть Более Лучшие места Куда можно поехать Учиться Scotland's Great It's The winter I don't like It's great Almost every day I hate winter Шотландия Великолепна Я не люблю зиму Она серая Почти каждый день Я ненавижу зиму Hey You think That's bad It's freezing here In Switzerland It's snowing again There's so much snow Sometimes That I can't even go out Привет Вы думаете, что это плохо? Здесь В Швейцарии Холодно Снова идет снег Иногда бывает так много снега Что я даже не могу выйти на улицу That's not my kind of place then Тогда Это не мое место It's summer here in Australia And I'm having a great time I'm sitting on the balcony at the moment And it is very, very hot I love this summer Здесь, в Австралии, лето И я прекрасно провожу время Я сейчас сижу на балконе И у нас очень, очень жарко Я люблю лето You're lucky Тебе повезло I am Anyway, how are things going for you? Да В любом случае Как у вас дела? Итак, ребята Вы услышали Чтение Перевод текста И вы видите Что Дело Происходит В онлайн чате Общаются ребята Справа Справа Вы видите имена этих ребят Газ Немо Амелия Они общаются между собой И судя по названиям стран Они общаются Из разных мест планеты Итак Я еще раз Прочитаю текст Но уже без перевода И пока я буду читать Старайтесь повторять Слова За мной Можно это делать Про себя А можно делать Вслух Как вам удобно Здорово 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 It's the winter I don't like. It's grey almost every day. I hate winter. Hey, you think that's bad? It's freezing here in Switzerland. It's snowing again. There is so much snow sometimes that I can't even go out. That's not my kind of place then. It's summer here in Australia and I'm having a great time. I'm sitting on the balcony at the moment and it is very, very hot. I love this summer. You are lucky. I am. Anyway, how are things going for you? Let's do exercise for B, page 87. Ребята, сейчас мы будем выполнять упражнение 4B на странице 87. You have to answer the following questions. Вы должны ответить на следующие вопросы. Using the information from the text. Используя информацию из текста. So, there are 4 questions. Итак, на слайде вы видите 4 вопроса. И я написала подсказку, которую вы можете использовать как шаблон ответа. The first question. Первый вопрос. How many people are online? Сколько людей в чате? Сколько людей online? Используем ответ. Тра. В троеточие подставляем цифру и дописываем people online. Если вы были очень внимательны, то вы помните, что диалог между собой ведут Гаас, Немо и Амелия. Итак, 3 человека. И в троеточие мы подставим цифру 3. Или слово 3. И ответ будет звучать следующим образом. There are 3 people online. В чате 3 человека. The second question. Второй вопрос. Where is gas from? Откуда газ? То есть, из какой страны газ пишет в чате? И используем шаблон ответа. Гаас из фром. И в троеточие нам нужно подставить название страны, где находится в данный момент газ. Я надеюсь, что вы обратили внимание на его слова. На улице сильный дождь. Ему не нравится погода. Все время идет дождь. Он не любит зиму. Зима серая каждый день. Он ненавидит зиму. Но страна, в которой он находится, великолепна. Он писал из Шотландии. И поэтому второй ответ будет звучать следующим образом. Гаас из Фром Скотланд. The third question. Третий вопрос. Where is Nemo from? Откуда нема? Вы помните, что нема сидит на балконе. Там очень и очень жарко. И он подчеркивает, что он любит лето. Правильно. Он пишет из Австралии. Nemo is from Australia. And the fourth question. И четвертый вопрос. Where is Amelia from? Откуда Amelia? Вспоминайте, что говорится в тексте про Амелию. Что там, где она находится, в той стране холодно. Снова идет снег. Иногда бывает так много снега, что она даже не может выйти на улицу. So this is Switzerland. Итак, она в Швейцарии. Amelia is from Switzerland. Ребята, вам необходимо написать упражнение 1 и упражнение 4b в своих тетрадях. Спасибо за ваше внимание и за вашу работу. I wish you good luck. Желаю вам удачи. And goodbye. И до свидания.